В селе Воскресенко, что в 10 минутах езды от города Калачинск, в небольшом одноэтажном строении расположилась школа смешанных единоборств. Появление первой в этом селе спортивной школы стало возможным благодаря молодым и инициативным ребятам. Толкаемся, показали ручки. Загрузили ногу. Толкаемся. Зайдем. Валентин Волков тренером стал не так давно. В свое время занимался в авторской школе единоборств у Александра Шлеменко в Омске. А когда вернулся в родное село, понял, чего не хватает местным парням и загорелся идеей создания местной школы ММА. Пришел в администрацию, попросил помещение. Меня с этим помогли. Василий Петрович Каминой – это глава нашего поселения. Спасибо ему за это. И дальше начал двигаться в этом направлении. Почему? Потому что причиной всему стало то, что я просто вижу проблемы сейчас с молодежью в плане алкоголя, курения, разгульного образа жизни. И поэтому решусь сделать что-то такое за здоровый образ жизни. Весной этого года Валентину выделили помещение под спортзал. Ремонтировал его практически в одиночку. И уже в апреле начал тренировать своих первых учеников. Нам очень нравится, как он проводит тренировки. У ребят прям виден прогресс с каждым месяцем. У людей все больше и больше получается какие-то навыки отрабатывать. Антон – один из первых, кто поддержал идею Валентина еще на этапе ремонта. А летом отправился вместе с ним на форум «Ритм», где молодым людям удалось убедить экспертную комиссию в необходимости финансирования их проекта. На «Ритме» очень познакомились с большим количеством людей. Поделились своими идеями, почерпнули какие-то идеи, мысли, пообщались со спикерами. Ну, какую-то помощь получили, в том числе и финансовую. Грант в 150 тысяч рублей для спортшколы «Воскресенки» – долгожданная помощь. На эти деньги приобрели необходимые тренажеры для кроссфита, экипировку, доделали ремонт зала, заказали новые окна. Инициативного бойца ММА поддержал и сам Александр Шлеменко. Так, секция в «Воскресенке» стала филиалом школы знаменитого «Шторма». Громкое имя привлекло желающих из ближайших населенных пунктов. Взрослая группа – это 20 человек, и детская группа – это где-то человек 15. Могу сказать, и то даже не вмещается, на самом деле. Самый хороший вариант – это 8 человек, это 3 пары, где можно побороться, в парах постоять и так далее. Хотелось бы больше помещения, на самом деле, но сейчас такой возможности нет. Спрос, как известно, рождает предложение. Увлеченный пропагандой здорового образа жизни и популяризацией физкультуры и спорта Валентин Волков уверен, однажды его школа сможет принять всех желающих.